Подписан приемный акт на плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов». 8 июля 2019 года. bmpd.livejournal.com Подписан приемный акт на плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов». Как сообщила 4 июля 2019 года АО «Объединенная судостроительная корпорация» ОСК, специалисты АО «Балтийский завод», входит в состав ОСК, успешно закончили строительство первого в мире плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» и передали его заказчику. Строительство ПЭП «Академик Ломоносов» завершилось подписанием приемного акта, согласно которому судно в полном объеме прошло все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердило свои спецификационные характеристики. В соответствии с приемным актом плавучий энергоблок может быть допущен к полноценной эксплуатации. Плавучий атомный энергетический блок «Академик Ломоносов» проекта 20870 после покраски у причала в ГУП «Атамфлот» в Мурманске, июнь 2019 года, С.А.О. Объединенная судостроительная корпорация. 30 июня был подписан акт приема передачи ПЭП «Академик Ломоносов» заказчику АО «Концерн Росэнергоатом». Несмотря на завершение работ по строительству энергоблока, мы будем участвовать в подготовке судна к перегону из Мурманска в ПИВЕК, начало которого запланировано на 23 августа 2019 года, рассказал руководитель проекта 20870 Алексей Владимиров. После прихода судна на место постоянного базирования в ПИВЕК, Балтийский завод окажет шеф монтажные услуги по раскреплению устройств в связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года. По словам руководителя проекта, перспективы развития подобных технологий огромны. Во-первых, кроме использования плавучего энергоблока для электро- и теплоснабжения северных регионов, разработана концепция энергоснабжения нефтедобывающих платформ в Арктике. Во-вторых, энергоблок обладает колоссальной производительностью по обессоливанию воды, что может быть востребовано ряда иностранных заказчиков, имеющих потребности в значительных объемах пресной воды. Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, ПОТЭС, планируется осуществить до конца 2019 года. За это время в ГЭПИВИКИ планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПОТЭС, а также инфраструктуры, которые обеспечат передачу электроэнергии в энергосети Чукатынерго и тепла в теплосети города. В перспективе ПОТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чиун-Билибинского энергоузла Чиунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС, ГЭПИЛИБИНА. Размещение ПОТЭС в ГЭПИВИКИ создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чиунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПОТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути. Со стороны БМПД напомним, что плавучий энергетический блок ПЭП Академик Ломоносов проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции ПОТЭС и разработан по ОЦКБ Айсберг, Санкт-Петербург. Данная программа является одним из долгостроев отечественной атомной и судостроительной промышленности. ПЭП проекта 20870 является гладкопалубным несамоходным судном длиной 144,2 метра, шириной 30 метров, осадкой 5,6 метра, водоизмещением 21560 тонн. Экипаж 69 человек. Энергоблок оснащен двумя модифицированными ядерными реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 мегаватт электроэнергии и 50 хкал, чей тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч. Человек. Назначенный срок службы ПЭП 40 лет. Назначенный срок службы до заводского ремонта 12 лет. Время работы реакторных установок между перегрузками активной зоны 3 года. Все системы обращения с ядерным топливом и радиоактивными материалами расположены внутри ПЭП. Перегрузка активной зоны и хранение отработанного топлива осуществляется на борту ПЭП. После окончания эксплуатации ПЭП должен утилизироваться на специализированном предприятии. Строительство ПТЭС было осуществлено по заказу Росатома в соответствии с федеральной целевой программой энергоэффективной экономики на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года. Изначально 19 мая 2006 года победителем тендера на строительство ПЭП проекта 20870 было объявлено АО Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие СМП Северодвинск. 15 апреля 2007 года на СМП состоялась церемония закладки ПЭП Академик Ломоносов проекта 20870 с плановым сроком сдачи в 2010 году. Однако затем руководство СМП заявило о требованиях пересмотра контрактных сроков и стоимости постройки ПЭП. В результате в августе 2008 года Росатом расторг договора с СМП и передал постройку ПЭП на АО Балтийский завод, тогда входивший в состав объединенной промышленной корпорации Пугачева. Плавучий атомный энергетический блок Академик Ломоносов проекта 20870 после покраски у причала в ГУП АТОМ флот в Мурманске, июнь 2019 года. Право на данный материал принадлежат Материал размещен правообладателем в открытом доступе.